Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Добрый день. В школах сейчас проходят летние смены в московских, и у нас довольно много детей сейчас. Они все чем-то увлечены, ставят спектакли, снимают мультики. То есть досуг активный? Да, вполне. А летние смены, это расскажите, потому что, например, я учился когда-то очень давно, не было летних смен. Была летняя практика. А вот что такое смены? Еще были летние городские лагеря, скорее всего. Вот взят форматы этих самых летних городских лагерей. И, ну, усовершенствован, стал какой-то более современный, запакован в новую, какую-то современную парадигму. И получается, что ребенок может прийти на целый день в школу и с педагогами, доп. образования или с учителями организовать какую-то активную жизнь. Вот у нас в этом году, например, весь лагерь посвящен профессиям. То есть такая профориентация уже идет? Ну, такая, скорее, не профориентация, а игра в профессии. То есть дети примеряют на себя разные. Каких классов, Александр, детей? С первого по восьмой примерно так. Здорово. Да, ну, девятые они уже на экзамен, десятые серьезные люди, у одиннадцатых опять экзамены. Поэтому первый по восьмой это наши дети. И что, они обучаются, узнают какие-то профессии, пробуют разные навыки приобретать? Ну, поскольку сейчас в целом история с обучением, она такая меняющаяся. Считать, что ребенок учится только формально, когда там между одним звонком и другим звонком, ну, уже, мне кажется, много кто решается так считать. Ребенок учится все время. И городская среда его, ну, или та, которая его окружает, его как-то воспитывает и образовывает. И информационные ресурсы, которые падают на голову там каждую секунду, тоже влияют на его образование. Также и здесь. Здесь нету таких уроков, а есть интересное времяпрепровождение. Ну, и в такой расслабленной, в неформальной атмосфере, мне кажется, ребенок может больше узнать из того, что ему интересно. Если есть его интерес, то, естественно, у него есть желание двигаться в этом интересе и как-то себя образовывать и развивать. А педагоги должны в данной ситуации помогать ему это делать, не навязывая своих идей, своих знаний, своего бесценного опыта и так далее. У нас приходят вопросы, видимо, активные слушатели и зрители все разузнали. Друзья, напомню, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, SMS, 909-928-1-89-9. Группа ВКонтакте. Да, и группа ВКонтакте, страна АФА. Там же есть публикация, вот, к Майе мы сурадзе вопрос, какая она школа будущего. Школа будущего. Школа будущего это гимназии имени Примакова. Это прекрасно, Майя, отличный ответ. Значит, на самом деле я хочу сказать, что Саша сейчас рассказал о том, что в Москве идет московская смена, а в гимназии имени Примакова продолжается учебный год, потому что мы учимся 10 месяцев в году, и наши дети заканчивают обучение в конце июня. И мы этот опыт, первый наш опыт в этом году считаем очень успешным, потому что, как бы, лето очень хорошее время, когда обычные уроки могут проходить в необычных форматах, да? То есть мы совмещаем все то, что, собственно, тот опыт, который есть у других образовательных организаций. И у нас проходят уроки на воздухе, дети выходят на площадки, дети выходят там в лес, в поле. Ну, это Одинцовский район просто, чтобы люди понимали. Да, это Одинцовский район. У нас есть такое прекрасное место, где у наших детей есть возможность выйти и провести уроки в нестандартном формате. Это им очень нравится. Плюс, конечно, у школы закрытая территория, и можно выйти на перемене на улицу, можно прогуляться. Все это, как нам кажется, дает мотивацию нашим детям и превращает обычные уроки в очень интересный формат. Ну, а преподаватели спокойно принимают вот такие перемены, что школа теперь другая, не шаблонно. Ну, как мы вот привыкли, допустим, с Романом, как мне представляется. Более традиционное понимание школы. Да, вот сейчас подход совсем другой. Подход действительно другой, но надо сказать, что у нас существует мотивирующая образовательная среда, и наши педагоги с удовольствием, в общем-то, как и дети, в хорошую погоду, в лето выходят на улицу и получают удовольствие от проведения уроков в другом формате. Вот еще что мы знаем про ваши школы, что у вас активно развивается такая система тимбилдингов, которая модная сейчас в корпорациях, то есть взрослые люди сплачивают своих коллег, сотрудников. Я так понимаю, что эта тенденция есть и в школах ваших. Вот можно об этом поподробнее? Как это происходит, опять-таки, в каких формах, игры, в какой период это все начинается? Значит, я хочу сказать, что тимбилдинги важны не только для команды профессиональных педагогов. Существует формат тимбилдинга действительно для команды, команда образования. Наша школа открылась только в сентябре 2017 года, и в этом смысле новый коллектив. Надо было знакомить, сплачивать. И как раз тимбилдинги в прошлом августе нам в этом очень и очень помогли. Но в определенной степени вынужденная была ситуация. Да, с одной стороны вынужденная, с другой стороны абсолютно правильный заход на объединение коллектива и на постановку единых задач и целей. А с другой стороны, конечно, тимбилдинги важны и в школьной среде, потому что детям тоже надо сплачивать, дружить. А можно какие-то примеры? Что это происходит? То есть это все как бы общие слова, естественно. Вот приходят к вам дети в сентябре, у вас уже подготовлена какая-то программа. Что это происходит? Вы их делите? Вот расскажите, как это все происходит? Ну, на самом деле, есть общая канва. Есть у каждого классного руководителя, есть свое видение того, как следует проводить тимбилдинг. Он проводится в послеурочное время, или он проводится в урочное время, или дети выходят на улицу. Если говорить о педагогах, то мы выезжали за город, это был лесной курс. Знаете, такой настоящий. Скауты немножко, да? Да, немножко скаутский такой. И этот опыт очень подходит также детям. Поэтому какие-то наши классы уже провели подобные мероприятия, какие-то отложили их на конец учебного года, то есть они проводят их сейчас. Но это очень важная составляющая, когда дети знакомятся, находят сильные стороны друг друга и, в общем, начинают по-настоящему увидеть, что это не только Иван, Пётр, Екатерина, да? А личность видит личность, видит человека, видит те черты и качества, на которые они могут опираться, которые им импонируют. В общем, это очень важно. Смотрите, вот уже поступают на вопросы о школе будущего. Вот что кардинально меняется в ваших учебных заведениях, да? Чем они отличаются принципиально от тех, ну, так, наверное, неправильно сказать, но, тем не менее, стандартных школ, вот в чём… Школ в привычном понимании, да. Да, в привычном понимании. В чём такая принципиальная особенность вот новой формации образования среднего? Ну, мне кажется, очень важно… То есть другой подход, другая методика, подход к ребёнку? Подход к ребёнку скорее, да. Новый формат, он заключается как раз в том, что мы стараемся разглядеть индивидуальные особенности ребёнка, и школа старается подстроиться под ребёнка. Вот это, наверное, то, что ищут в новых школах наши родители. Это с первого класса как это у вас происходит в гимназии? Ну, вы знаете, это может быть с любого класса. Очень важно как бы смотреть на ребёнка и находить в нём таланты. Это касается не только школ новой волны, да, это касается просто изменения образования, изменения, в общем, запроса со стороны родителей и общества к школе. Да, не просто стандартный подход, а мы ищем, ищем в ребёнке лучшие качества. Я думаю, что Саша тоже со мной согласится. Да, тут сложно не согласиться. Если говорить про тимбилдинг, то, безусловно, вот сплочение команды и вообще её образование является такой важной характеристикой. Ну, вот я сейчас всё время набираю новых педагогов, поскольку школа, одно из зданий школы открылось недавно, она фантастическая, там огромная, красивая, стеклобетон, и дети приходят всё больше и больше, поэтому классов открывается всё больше и больше, нужны новые педагоги. И мы, естественно, тоже какие-то там вещи по сплочению коллектива проводим. Но мне кажется, что образовательную организацию отличает от какой-нибудь коммерческой ещё и общей идеологии. То есть можно там заниматься где-нибудь продажами и не разделять философскую позицию продукта, который ты продаёшь, или там способы его внедрения. В сердце не пускать это. Ну, да. Спасибо. Если говорить про школу, то довольно сложно работать в школе и не разделять те педагогические принципы, которые в ней есть. И здесь вот эта команда... То есть как бы быть не на волне, да? Вот надо, чтобы всё это совпадало. Ну, там, на волне, не знаю, или под водой. Это сложно. Под волной не надо. Но если есть какой-то общий подход, и он пробуется, там, не знаю... Вот, например, мы в пятых классах весь год раз в неделю с детьми занимались только проектами. Дети выбирали темы проектов, они делились на какие-то команды, учителя соединяли своё содержание в какие-то такие интегрированные блоки, там, вместе, два предмета, например, одновременно как-то преподавались. И не учитель рассказывал что-то, а, скорее, дети пытались сами до чего-то докопаться, что-то открыть, что-то найти в интернете, сделать из этого там какой-то продукт и так далее. Ну, и получается, что если ты не разделяешь эту позицию, если ты не готов работать в таком формате, когда там сто человек детей вместе в одной аудитории ходят, там, разговаривают, ругаются друг на друга, если там что-то у них не получается, перемещаются свободно, то довольно сложно работать. И тут там никакой тимбилдинг тебя не спасёт. А если это твоё, если ты согласен с такой постановкой и готов в этом двигаться, то, естественно, ты видишь там успехи детей, радуешься за них, принимаешь их как свои педагогические, как свои профессиональные успехи. И это тоже довольно сильно сплачивает коллектива. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас продолжается рубрика «Наука и технологии». В гостях у «Страны.ФМ» директор областной гимназии имени Евгения Максимовича Примакова, Майя Майсурадзе и Александр Ездов, директор школы 1788 города Москвы. Сейчас принципиально отличается подход к образованию. Ну и дети, наверное, другие, видимо, да, поколение другое. Неоднократно, наверное, вас спрашивали, нам это интересно. Сейчас, ну, что ли другое мышление, вот эти все информационные технологии как-то меняют восприятие ребёнка. Я сама работаю с детьми, знаю это. Вот как это влияет и на работу вас как педагогов? То есть что вы принципиально нового, опять-таки, меняете в подходе к детям при проведении урока, например, или там неклассной деятельности проведения и так далее? Дети, конечно, другие. И там любые наблюдения, любые эпохи показывают, что они меняются. Ну, человек меняется, да. Но есть вещи, которые меняются, есть вещи, безусловно, которые остаются те же. И какие-то фундаментальные понятия, такие как там честность, дружба, любовь и так далее, они там никуда не проходят, слава богу. Если смотреть на тенденции педагогические, то все они сейчас так или иначе двигаются к одной цели. Ну, то вот, про что говорила уже Майя. Сделать так, чтобы ребёнок, чтобы можно было ребёнка учить индивидуально. Не в смысле один на один и больше никого. А чтобы ребёнок в классе, в группе, не знаю, где угодно, понимал бы, почему он этим занят и как ему этого добиться. Вот это задача учителя. Такой подход индивидуальный. Ну и, конечно, современные дети, вы правильно сказали, что они очень включены в информационные технологии, их окружает информационная среда везде и повсюду. И мы в своей педагогической деятельности не можем этого не учитывать. Соответственно, педагог должен не просто догонять ребёнка хорошо, когда он современник ребёнка. Хорошо, когда педагог говорит с ребёнком на одном языке. И в этом смысле, конечно, все те помощники, учители, которые сейчас существуют, а это и информационные панели, и планшеты, и макбуки, и всё остальное информационное оборудование, всё это помогает быть на одной волне с ребёнком и затрачивать меньше сил и времени на то, чтобы даже готовиться к уроку, пользоваться информационной средой. Но это не главное в образовании. То есть сейчас как-то идёт такой немножко перекос в сторону того, что если есть информационные технологии, значит, как бы уже всё есть. Техническое обеспечение — это не первое. Да, техническое обеспечение — это не номер один. То есть содержание — оно основное. Но, конечно, важно, чтобы это содержание преподносилось ребёнку современно, потому что современный ребёнок абсолютно визуал. То есть он привык видеть вокруг себя яркие и красивые картинки. И в этом смысле, чем мы более гармонично заходим к нему с новым материалом, тем легче ему всё это воспринимать. Вот что интересно ещё. Понятно, что школа меняется, другое образование, другой подход. А вот в университетах, которые вот этих педагогов готовят для новых школ, в университетах сама эта система меняется, то есть они готовы для новой школы. Вы же принимаете, Александр, преподавателей. Мы же сказали, мы ищем преподавателей. Да, я вот только что беседовал с педагогом, прежде чем ехать сюда. Она педагог русского языка. Я у неё спросил одну... Она опытный довольно педагог. Спросил у неё одну вещь. Сейчас современный человек в основном пишет на компьютере, мало пишет рукой. При этом на уроках мы... Ну и компьютер проверяет ещё к тому же орфографию. Ну такой факт, всем известный. А на уроках мы довольно много времени тратим на то, чтобы научить ребёнка писать красиво, во-первых. Во-вторых, не делать ошибки в словах. Насколько эти два подхода имеют общие и где здесь противоречия. Ну, не очень она согласилась, честно говоря. И не была готова к такому подходу. И по-прежнему говорила, ну, стандартные вещи, что писать надо рукой, там, что какая-то память возникает, ты рукой пишешь. Ну да. Ничего не слышал про это никогда, честно говоря. Что мелкая моторика развивается, и другого способа её развивать она просто, видимо, не знает. И, ну вот, не готова была со мной продолжать беседу про... В общем, она под волной, я поняла. Про такой русский язык. Ну не, или я, неизвестно. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Есть ли ещё вангазии, Александр, есть ещё? Требуются преподаватели? Да, я встречаюсь с большим удовольствием сейчас с педагогами, поскольку в Москве стала довольно приличная зарплата у педагогов, то желающих прийти работать в школу довольно много. Я с удовольствием с ними провожу время. Сейчас могут нас преподаватели смотреть, слушать. Кто требуется? Какой предмет? Требуются интересные люди, думающие и любящие детей. Всё остальное. И готовые учиться. Всё остальное всё равно... Поможем. ...приложим. 1788-я школа ждёт вас. Приходите, зарплата хорошая и интересный директор. А у нас настоящая реклама впереди. Спасибо, Роман. Давайте с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.эпэ». Дорогие друзья, продолжаем мы. Лиза Калинина в студии, Роман Шахов. Сегодня у нас в гостях директор областной гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе и Александр Ездов, директор школы номер 1788. Сейчас к нам в студию тоже приходили ваши коллеги. Есть такая тенденция, ну, по крайней мере, в столице, специальные лицы или предуниверситарии, которые так или иначе уже ориентируют ребёнка к выбору какой-то специальности, к поступлению в вузы. Что происходит сейчас в ваших школах? То есть есть ли какое-то сотрудничество с вузами? Может быть, ну, понятно, сейчас есть профильные классы. Ну, то есть как вот помогать ребёнку уже на раннем этапе выбрать профессию, а не, как было принято у нас несколько лет назад, получил образование, а я этим заниматься не хочу, например. Ну, чтобы этого избежать. Гуманитарии или, может быть, люди, которые точные науки учат. Может, более точно уже человек в 14 лет понимает, кем он хочет быть. Или прирождённый химик вот тут. Или хирург. Да, на самом деле вы затронули очень важную тему, тему, связанную с тем, что существует определённая компетенция, компетенция выбора у ребёнка, которая должна формироваться. В противном случае ребёнок выходит в старшую школу, и он совершенно не знает, как бы, кем он будет, куда себя деть. У меня был в практике такой опыт. Мы специально для детей проводили в девятом классе проектную деятельность в течение года, и защита проекта заключалась в том, что ребёнок должен был сказать, кем он собирается быть в будущем. И вот комиссия, которая слушала все эти проекты, абсолютно сошлась во мнении о том, что ребёнок выбирает специальность, а потом, когда ты его спрашиваешь о том, ну вот, а на какой профиль ты идёшь, и у него есть выбор из всех возможных профилей, то его выбор профиля совершенно не соотносится с тем, кем он собирается стать в будущем. То есть ребёнку кажется, что как бы 10-11 класс — это про одно, там вуз про другое, а вот в жизни я буду кем-то третьим. И это, конечно, большая проблема. Это от родителей идёт такое? Ну, трудно сказать, от кого это идёт. Вот, порой в подростковом возрасте ребёнок многие решения хочет принимать сам, но осознанности такой серьёзной в выборе у него нет. И этому, конечно, надо детей учить. В этом смысле не вина детей, что они не умеют выбирать. Как раз наша задача в том, чтобы их этому научить. Поэтому мы в гимназии действительно много внимания этому собираемся уделять. И со следующего года, например, мы, начиная с пятого класса, вводим спецкурсы, которые надо выбрать. Ну и казалось бы, что там сложного выбрать спецкурс, да? Но на самом деле, когда у ребёнка действительно есть настоящее право выбора, куда ему пойти, вот ему пойти дополнительно там заниматься лингвистикой, или ему заниматься информатикой, или программированием ещё чем-то, у него возникает вопрос, что ему хочется везде, понимаете? Ведь сделать выбор... Есть тест-драйв курсов. Естественно, есть тест-драйв, и есть возможность какого-то перехода, но смысл в том, что для ребёнка выбор — это на самом деле отказ от другого. И в этот момент ребёнок как бы не знает, от чего ему отказаться, потому что хочется всё. Но мы с вами прекрасно понимаем, что когда хочется всё, в итоге не получается ничего, да? Глебе-щукорок. Да, вот именно. Поэтому пятый, шестой, седьмой класс — это дополнительные предметы, спецкурсы, доп. образования, которые помогают ребёнку сориентироваться в том, что ему интересно, а главное — в том, в чём он успешен. Ведь это очень важно. Знаете, я недавно читала какую-то статью о том, что отличие российской системы образования, например, от западной, и там как раз шли рассуждения о том, что если у нас, у ребёнка прекрасно идёт математика, то родители что делают? Они принимают ему репетитора по-русскому. Зачем? Для того, чтобы русский язык был на таком же хорошем уровне, чтобы сделать среднюю температуру по больнице. Как математика, да. А в это же время родитель, проживающий на Западе, скорее наймёт репетитора по математике, чтобы ребёнок стал именно в этой отрасли наиболее способным. Конечно. И с восьмого, восьмой, девятый класс — это предпрофильные программы, когда у детей уже есть возможность как бы и основную сетку часов немножко вмешаться в её формирование. А старшая школа, десятый, одиннадцатый класс, мы предоставляем возможность выбора четырёх профилей — технологический, социально-экономический, гуманитарный, естественно, научный. И там, конечно, есть предметы, которые ребёнок берёт на углублённом уровне. И мы сразу настраиваем ребёнка на то, что если ты выбираешь такой профиль, значит, ты автоматически выбираешь определённые предметы, ты выбираешь экзамены, ты выбираешь поступление в определённые вузы на определённые факультеты. Выбираешь своё будущее. Вот это очень важно. Это здорово, конечно. Скажите, а что вообще в моде у них сейчас? У детей? Да. Какие специальности? Они же говорят, старшеклассники, куда хотели бы пойти. Вы знаете, атлас профессии будущего, он на самом деле огромный. И действительно, мы существуем в быстро меняющемся мире, в котором непонятно, какая профессия будет востребована завтра. В 2018 году, куда поступают мои дети, в разные вузы, но я хочу сказать, что, например, мой контингент больше уходит от лингвистики гуманитарных областей и приходит в технологию и в естественно научную среду. Сейчас самые востребованные предметы для изучения – это математика, это информатика, это физика, это биология, это химия, вот этот блок. Эти люди будут делать роботов, наверное. Александр Анатольевич, как у вас? Как дети профориентируются, выбирают профессии своего будущего? И что школа делает для этого? Да. Ну, поскольку у нас школа большая, нам около 6 тысяч детей, то мы не можем позволить себе, естественно, быть какой-то однопрофильной школой. И, ну, вот правильно Майя говорит, что начинать нужно, давать детям пробовать как можно раньше. Вот, собственно, то, про что я говорил, про пятый класс, там мы начинаем давать им пробовать. То есть их первые выборы, выборы то, что их, и главные выборы то, что не их. Вот мы стараемся зафиксировать, чтобы развивать в них то, что их. Выбирают совершенно разные, и профили очень разные. К тому, что там Майя сказала, я могу добавить, что у нас есть, например, еще кадеты, которые с большим удовольствием, да, одевают форму и ведут себя соответствующим образом. Есть медицинские классы, но это вот вообще в Москве сейчас их довольно много. Класс, когда можно попробовать себе в медицине. И здесь тоже разные эффекты наблюдаются. Первое, то, что да, я поступил, и я буду медиком. И второе, я поступил, попробовал, сходил в анатомический театр и понял, что точно не буду медицин. Меня унесли. Да, и то, и другое является очень важным достижением. И не важно даже, что из этого важнее. А если говорить про там узкие профили, ну, действительно, непонятно, что будет дальше. И делать вид, что мы понимаем, что будет, и к этому ровно готовить, ну, мне кажется, было бы некоторым неправильным шагом. Главное, не надо вводить в заблуждение других, а именно детей. Вот нам пишет Валентина Костюченко. Ну, видимо, по желанию такое. Распределение детей по способностям и интересам с самого первого класса. И чтобы родители не делали выбор, будет ли это математический класс или химический, а дети. Ну, или тесты, опять же, не нудные угадалки, а всё на практике с живыми примерами. Прекрасный позитив. Спасибо, Валентина. Первого класса всё-таки рано. Валентина, давайте дадим детям... Особенно с химией я подождал. Да, я тоже. До восьмого как-то, да? Да, хотя бы, да. Да, я тоже так думаю, что рано. Первый класс — это рано, но, конечно, к пятому ребёнок уже определяет. Вновь много обратной связи, видимо, от ваших, ну, не студентов, хотела сказать, учеников, точнее, их родителей. Вот много благодарности. И пишут как раз про гимназию, что очень благодарны за хороший английский язык, который преподают, я так понимаю, уже с начальных классов, да? Да, давайте я про английский скажу отдельно. Гимназия Мини Примакова — это билингвальная образовательная организация в том смысле, что у нас есть преподавание предметов не только на русском языке, но и на английском языке. И на самом деле мы школа, в которой есть все ступени образования, начиная с дошкольного детства. С трёх лет, по-моему, да? Ну, мы принимаем в группу кратковременного пребывания детей с двух лет, и их первое знакомство с дошкольным детством как раз происходит на английском языке. Это самый лучший период для того, чтобы ребёнок совершенно несознательно принимал язык, естественным образом, да. Поэтому у нас с трёх лет с детьми работают именно носители языка. Когда ребёнок подходит к первому классу, он фактически владеет разговорным языком, знает буквы, умеет писать. И мы продолжаем всё это в школе, поэтому часть предметов проходит на английском языке. У нас есть не только российские преподаватели в совершенстве владеющие, но и носители языка. Да, конечно, это абсолютно уникальная модель, которую реализует гимназия, и, конечно, она очень востребована в среде родителей. Вся информация есть на сайте гимназии, да, можно посмотреть? Да, на сайте, в соцсетях, в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбук. А можно приехать и посмотреть, например, родители заинтересовались, ну, что-то типа экскурсии, что ли, вот, или только в интернете сайта? Вы знаете, у нас очень полная информация во всех соцсетях, поэтому мы не проводим как таковые дни открытых дверей, но есть мероприятие, на которое открыт вход для всех. Мы проводим благотворительные ярмарки или там выставки, и тогда мы открываем двери и приглашаем всех заинтересованных. Небольшая пауза у нас сейчас, друзья, оставайтесь с нами. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Мы, конечно, смотрим на реакцию наших гостей, которые наблюдают, что происходит на Стране.ФМ. Вот то, что ваши дети слушают, между прочим. Ну, то, что надо проводить ликбезы. Друзья, Майя Майсурадзе, директор областной гимназии имени Примакова, и Александр Ездов, директор школы 1788, сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Ну, вот про то, что слушают, давайте я все-таки не удержусь и скажу. Давайте, конечно, скажи. А сколько, кстати, учеников в нашей школе? Шесть тысяч. Около шести, да. Последнее музыкальное мероприятие, которое было в школе, проходило на этой неделе, да, в понедельник. Мы делали пикник-концерт для родителей и детей, поскольку родители весь год проработали с мамами и папами, там, искали сменную обувь, гладили брюки. Родительский комитет рулит? Нет, ну, просто родители, обычные человеческие родители. Мы сделали такой пикник-концерт и сделали программу. У нас был такой есть бэнд, мы в нем играли, я играю на бас-гитаре. Вот. А там другой замдиректор на фортепиано. Есть профессиональные, конечно, музыканты, кроме нас, ну, которые с музыкальным образованием. Последний день весны, да, ты проводила? Мы хотели в последний день, но там был дождь, поэтому мы перенесли, там, вот, на этой неделе в начале сделали. Люди получили большое удовольствие, ну, и как-то вот без этой крови мы смогли обойтись. Мы Сергея передадим. Давайте, да. А в школе в течение года у нас были концерты, ну, такие, не очень серьезные, но серьезные музыки. Ну, и вот зал на 500 человек практически все время был заполнен. Люди приходили и слушали, делали концерты органной музыки, там, делали из школы такой костел, поскольку орган электрический поставить несложно, колонки хорошие. Если на экран выводить в темноте там какие-то фотографии из мозаики готической, то получается вот совершенно нужная атмосфера. И поэтому, ну, музыка может быть разной, и музыка довольно важная часть образования, и хорошо бы, чтобы она была. Уроки музыки, кстати, как сейчас проходят? Раньше они были не очень популярны, мягко говоря. А, ну вот сейчас, например, у меня в школе раз в неделю приезжает маэстро, профессиональный музыкант, практикующий, Александр Барклянский, у него есть несколько коллективов музыкальных. Он выходит вот там, как надо, во фраке с бабочкой, включает записи, которые ему нравятся, показывает детям какое-то видео интересное. Я как-то зашел, чтобы посмотреть там, не снесли его еще дети. Он все еще работает или нет? Захожу. Да, он с таким удивлением смотрит на них и говорит, слушайте, а почему вы сейчас разговаривали? Я включил вам вот довольно интересный рахманинский концерт. Вы что, в консерватории себя так же ведете, что ли? Дети так как-то подумали, а как мы сейчас ведем в консерваторию? Наверное, по-другому думают, что я ведем в консерваторию. Так просто сели внимательно, сказали, да-да, все, мы готовы. А представьте, что Масуев играет, да, и слушает. Ну, примерно, примерно. Примерно так, да. Так что музыка очень важная часть школьного образования, ну, культурного человека все равно мы должны воспитать. Ну, потому что, возможно, потом эти люди будут создавать песни, которые зазвучат на стороне ФМ. Ну, да, и Барклянский нам говорит, я пришел к вам в школу, потому что я хочу воспитать своего слушателя. Мне нужно, когда на концерты приходили люди подготовленные. Они ниоткуда не возьмутся. Вот я пришел сюда, чтобы здесь их растить. Вот, кстати, друзья музыканты, если вы хотите, чтобы у вас на концерте был аншлаг, идите в школу, преподавайте музыку, растите своего зрителя и слушателя. Да, это точно. Ой, вот тут столько СМСа к нам приходит, интересно. Вот спрашивают, как вы считаете, гаджеты можно ли использовать в школах? Как-то боретесь ли вы? И прям серия вот похожих вопросов. Вай-вай в школе есть вообще? Давайте я расскажу про это. Конечно, ну, мы же говорили, с вами современная школа, информационные технологии. Естественно, есть вай-фай, есть все необходимые средства обучения, да, но вот мобильные телефоны наши дети оставляют на входе и, уходя, забирают их с собой обратно. То есть, так как мы контролируем контент, которым пользуются дети, они могут на уроках получать планшеты по системе 1 плюс 1, один ребенок, одно устройство, с этим нет вопросов у нас. Но только, конечно, тот контент, который носит образовательные цели и задачи. Телефонов нет. Я хочу вам сказать, что это удивительно, когда ты видишь детей на переменах, которые общаются друг с другом, потому что, как бы, у них нет возможности, как бы, прилипнуть к телефону, да? Даже записки, наверное, пишут, Майя. Ну, я думаю, письма любви, шпаргалки, да, делают. Все это есть. На самом деле, это здорово. На самом деле, это здорово, потому что современный мир и нас, взрослых, ставят ситуацию того, что мы все время с информационными какими-то устройствами, мобильными телефонами, да? А тут ребенок, как бы, приходит в школу, и все, он свободен от этого. Он общается с одноклассниками, с ровесниками, с другими детьми. Мы только за это. Буквально остается у нас полторы минуты. Хотелось бы от вас какое-то финальное слово. Может быть, рекомендации для родителей. Вот что-то хочется от вас услышать, от профессионалов. Чтобы помочь ребенку стать собой. Ну, вообще, да, да, да. Просто-таки это был главный посыл, мне кажется, от вас. В том году, 1 сентября, открывая учебный год, я просил родителей об одном. Не делать с детьми уроков, а проводить с ними время интересно. Прекрасно. Просил их оставить. Вот это нам. Даже если ребенок будет не сделанным уроком, это лучше, чем дома будет скандал, после которого урок будет сделан, но отношения испортятся. Мне кажется, нужно дать детям жить. И это самое главное. Вот не думать про их будущее все время, а думать про их настоящее и делать это настоящее, светлым и интересным. Проживать жизнь вместе с ними. Это, мне кажется, самое важное. Вот после этой фразы вы стали кумиром многих детей, которые смотрят... А мы знаем, что вы играете на инструментах. Басист, слушай, директор басиста. Потом школу 1788 просто прибавляется. Спасибо вам огромное. Было безумно интересно. Мы желаем вам успехов. Все-таки тоже отдохнуть за летние каникулы. Кстати, отпуск-то у вас есть? Конечно. Школы бесконечно работают у вас. Отпуск есть, и сейчас впереди летние каникулы. Вот я бы пожелала нашим детям вместе с родителями и прекрасно провести лето вместе с семьей на этих летних праздниках и каникулах. Чтобы потом полноценно написать сочинение, как провел лето. Ну почему нет? Хорошо. Спасибо огромное. Друзья, Майя Майсурадзе и Александр Издов были у нас в гостях. До встречи. Спасибо, друзья. И всего самого хорошего. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ